Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, мы с вами прошли две зоны, вторую и третью, четвертая и пятая появятся все точно так. Ну, за исключением баса, для которого, настоящего баса, такого басистого баса, для которого пятая зона, это будет переходный участок диапазона. Пятая зона, как переходный участок диапазона, на который надо включать защитный механизм. Вот, все одинаково. А теперь мы с вами продолжим эту работу, и Женя мне поможет показывать, как случаются защитные механизмы в переходном участке диапазона и в верхнем участке диапазона. Что барикона, что театра, потому что Женя все работал. Он владеет и с и то, и то, и то. Вот, ну, и дальше все продолжаем. Вот, ну, и дальше все продолжаем. Два, слева. Пусть лапа погоня. Четыре. Учили все. Два, слева. Два, слева. Два, слева. И вот начинается переходная от зона баритона. Или верхний участок диапазона баса. Повторяю, переходный участок диапазона баритона, верхний участок диапазона баса поется одинаково. Меняется тактика, меняется глаз. Показываю я. Значит, будем работать сейчас так. Показываю я. Потом полностью упражнение поет Женя. Вы внимательно слушаете. Потом поете вы. Пожалуйста, будьте оздорожны сами, аккуратны. Если не получается, если вам высоко, если вам трудно. Не торопитесь, не надо делать. Делайте только то, что понятно и удобно. Обратите внимание. Я буду показывать технологическим тоном. Специально. Я не буду петь полный голос, не буду петь гром. Только технологическим тоном. Женя будет петь своих голосов, художественных. Показываю технологическим. Полный голос. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Тебя печальницу от веды лихой спасет. Сами понимаете, что тут открытый звук просто не допустил. Потому что это практически молитва. Ну, кто забыл, это ария Шахмидритова из отрицательского заванчика. Она очень такая молитвешная. Значит, теперь следующая зона. Для выскверкной ноты баритона переходный участок диапазона тенора. Но вот тут, пожалуйста, те, кто себя причисляет к воинственному премии, премии теноров, будьте осторожны. Потому что это сейчас будет более тяжелая работа. И вот тут, пожалуйста, я думаю, что это не так. И вот тут, я думаю, что это не так. И вот тут, я думаю, что это не так. Коллективный вариант устраивает. Коллеги, пожалуйста, если вы чувствуете, что вообще поете, как говорят музыканты, не на денег, просто не те звуки поете, поете гораздо ниже, выучим и сдержитесь, потому что пользы-то от этого никакой. Женя, О. Вот, Женя, переходные ноты темора ми фахади эс прикрыты, сейчас нагласом А. Ну, может быть, ситуация, когда какая-то музыка потребует открытого звука, спой А. Ну, это может быть какая-то итальянская песня или что-нибудь еще в этом роде. Или русская народная песня. Но это может быть использовано иногда как краска. Потому что если этим постоянно пользоваться, будут обязательно паниаклические неприятности. Вот на этом погорел знаменитый в свое время итальянский тенор Джузеппе Ди Стефано, который все пел открытым. Есть записи, которые даже крайние верха, там себе мой поет открытым. Ему аппарат позволял. Некоторые пели. А потом он даже просто не допевает спектакля. Ласкало, не допевает спектакля до конца. За кулисами сидел молодой Джанни Раймонди, одетый, сгримированный, распетый. И когда у Джузеппе Ди Стефано кончался голос, он выходил и продолжал спектакль. Вот так Джанни Раймонди начинал свою карьеру. В 64-м году приезжал уже с театром Москалу. Блестящая тема совершенно. Джузеппе Ди Стефано пришлось уйти за сцену и полностью переучиться. Но он переучился. И помню, в 75-м году он приехал с концертами в Москву, пел уже совершенно другим голосом. Что он сделал? Он освоил прикрытую манеру голособразования. И когда ему исполнилось 70 лет, 70, он сделал мировой турне с Ленинградским оркестром, с опер-мумиадами, итальянскими песнями. У него был голос в прекрасной форме. То есть у них хватило ума уйти со сцены и переучиться. Очень часто не хватало. Ни ума, ни времени. Ну, а у советских певцов своего мирового просто не хватало. Ну, он ушел со сцены. А что делать? А зарабатывать как? Педагогам? В консерватории? Гроши? А в театре уже петь не можно. То есть в нашей стране было вот так взять и уйти со сцены, переучиться, было невозможно. В царское время люди это делали, уходили из императорской, с императорской сцены, уходили, переучивались, а потом возвращались обратно в другой форме. Так, прелестно. Слушаем с другой стороны. Слишком ты боишься. Так же. Закрытый двадцатый метод показываю я технологически ровно. Закрытый двадцатый метод подрезан он. Этот стоном у насoria DANA所ет. Закрытый двадцатый методный батон. Закрытый двадцатый метод. Закрытый – это протяжение 29、atar mesure. Такой же как на Э. И переходим на гласный А, не меняя положение языка. Вы спросите, а как это? Глядя в зеркало, удерживаем язык в этом положении, а гласный А должен получиться за счет слухового задания и волевого усилия. Да, но здесь включение тех, кто поет. Неужели вы не слышите, что вы поете и не те ноты, и не те звуки, что надо спеть? Или не слышите? Или вам все равно? Ребята, это как-то надо что-то с этим делать, потому что нельзя шубить на актаха. Ничего требуют. Ну и теперь смотрим, как работает на этой же переходной зоне физиологический и фанатический компонент. Я показываю технологический тон. Внимательно прислушайтесь. Слышите ли вы, особенно дамы, слышите ли вы, что в этом звуке, который я вам показываю, присутствует свистящий призвук? Слышите ли вы, что в этом звуке? Слышите ли вы? Слышите ли вы, что в этом звуке? 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 очень хорошо звучит, прекрасно. Просто когда вот эта рельма становилась, дальше... Я, естественно, только технология не стоит. Дальше идет следующее. Дальше чуть-чуть нажала и пошла вот сюда. Слушай, покажи. Вот открыл, чуть-чуть нажал и все. Подлетись себе на балет. Свистунь. 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 Анна. официально, формируется новый регулировочный образ собственного голоса. Что значит регулировочный образ? Это то представление о звуке, которое вы слышите внутри себя. Потому что то, что вы слышите у другого человека, ну тут пошла такая важная существенная теория. Когда я сейчас с вами разговариваю, вы слышите мой голос через две волны. Первая волна – мой рот, ваши уши. Вторая волна – мой рот, стены, пол, потолок, ваши уши. Но поскольку это небольшое помещение, регулировкация здесь небольшая, вы слышите это все слитно. Если бы вы слышали меня или вообще кого угодно, слышали в большом храмовом помещении, по-настоящему большом, типа Исаакиевского, Казанского собора или храма Христа Спасителя, вы обязательно услышали бы эхо. А вот эхо – это и есть отраженная волна. Итак, прямая волна, отраженная волна. Когда же я говорю, я слышу свой голос прямой волной, мой рот, моя ухо. И значит, когда я говорю вот так, я отрезаю прямую волну, и вот сейчас я слышу свой голос как бы со стороны. Потому что я вот так воспринимаю уже не прямую, а отраженную волну. И если бы я не чувствовал движение своей артикуляционной мускулатуры, у меня было бы полное впечатление, что это говорит кто-то другое, а не я. Но само собой разумеется, это можно сделать только в индивидуальном варианте, в достаточно большом помещении. Вот здесь это уже работает. Но кроме того, что я слышу прямую и отраженную волну, тоже в слитном варианте, я слышу еще внутреннюю волну. То есть ту волну, которая из гортани через эхостакиевые трубы попадает в мой слуховой форме. Это услышать легче, если просто зажать уши вот так. Вот я начинаю говорить – раз, два, три, четыре, пять. Я слышу себя только внутри. Зажмите уши вот так, как я зажал. И поговорите – раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, да. Вот тогда вы слышите внутреннюю волну. Но и это еще не все. Существует понятие костной проводимости. Вы воспринимаете свой голос еще через кости черепа. Но кроме этих четырех акустических волн, прямая отраженная костная, внутренняя костная, вы еще воспринимаете повышенное давление в воздухоносных путях вашего тела. Это давление будем называть барорецепцией, то есть восприятие давления. Но и это еще не все. Вы еще чувствуете вибрацию в разных осветиях. Если очень громко говорить или петь, мы чувствуем вибрацию в разных частях тела, это называется виброрецепция. И кроме того, мы постоянно ощущаем работу наших разных мышц. Это называется проприорецепция, проприорецепция, ощущение своего собственного тела, работающего, работающих мыслей. Итак, смотрите, прямая, отраженная, внутренняя, костная, вибробара, проприо. Семь каналов обратной связи работают на восприятие нашего голоса изнутри. Вот все это вместе и занимается регулировочный образ собственного голоса. На этом основан тот эффект, когда мы никогда не узнаем, когда мы не узнаем себя в записи. Мы не узнаем себя в записи, мы, как правило, воспринимаем, особенно поначалу, мы воспринимаем свой голос, ну скажем так, мягко выражаясь негативно. Фу, неужели это я говорю? Потому что изнутри-то вы себя совсем по-другому слушаете. Ну и последнее, чуть-чуть, поскольку я не уверен, что кто-нибудь из вас в это влезет, Женя просто покажет несколько звуков в последней, восьмой зоне, девяновой зоне. Малый. 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 Малый в обоснование. Малый в его суп. Я показываю технологическим тоном, вот как я показываю City в том, что я показываю Вот, что вы делаете, я, на тему Я показываю Как видите, даже уже не помогает мой технологический показ. Берем точное движение и также все остальные упражнения с орбитами высокими ногами. Перерыв. Большое средневоложное спасибо. Спасибо.